Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами Анна, проект Индубай. Совсем недавно мы запустили цикл видеосюжетов о районах Дубая. И сегодня я решила вам рассказать о таком районе, который называется Дубай Медиа Сити. Познакомился с этим районом совсем случайно. По работе мне нужно было ехать в одну компанию. И вот я так оказалась в этом районе, и сегодня я о нем вам расскажу. Доехать до него можно на метро. Очень просто, по красной линии метро. Нужно выйти на станции Нахил. Вот вы можете увидеть сзади меня как раз выход этой станции. Как только вы вышли с этой станции, то вы сразу попадаете на такую большую парковку. И можете увидеть вот там вот вдалеке, это американский университет в Дубай. С очень интересной вот такой вот специфической архитектурой. А сзади меня как раз то здание, в котором я побывала первый раз, оказавшись здесь. И что меня удивило, я побродила по зданию, походила по офисам различным. И там я нашла случайно офис известной компании Mail.ru. Наверное, вы все знаете, когда только был распространен интернет, мы все регистрировались на Mail.ru, заходили там, у нас было всех имейл там. Вот так интересно, там как раз находится офис. И также там находится офис известной компании Dubizel.com, через который мы часто ищем квартиры или хотим продать что-то, и мы опубликуем там объявление. Еще по поводу, кстати, поисков работы. Вы спокойно можете приехать и попробовать походить по зданиям, пораздавать свои резюме. Для айтишников, и как их там называют, есть, кстати, в этой компании, то ли на 20 этаже, то ли на каком, точно не помню, но известная социальная сеть Дуду. В России она не очень известна, но, как ни странно, там работает очень много русскоговорящих сотрудников. И там, как правило, есть вакансии для хороших и креативных айтишников. Ну а теперь давайте пройдем внутрь района и посмотрим, какой же он изнутри. Пошлите. В районе Дубай-Медиа-Сити всего лишь несколько небоскребов. Это офисные здания, офисные небоскребы, которые вы можете увидеть сзади меня. Среди них есть также отель. Кстати, из живых построек их почти здесь нет, но есть небольшие виллы, их немного. И есть общежитие вот как раз университета, которое я показывала вам в начале видео. Дубай-Медиа-Сити является свободной экономической зоной, или как его называют, фризона. И здесь находятся такие здания, как СНН, и все телекомпании, также, конечно, все медиа-компании и различные консалтинговые компании тоже здесь есть. Ну вот, в принципе, вот так и выглядит этот район. Он довольно чистый, аккуратный, и здесь очень много различных кафе, где вы можете весело и уютно провести свое время. А еще здесь есть замечательный уголок такой, знаете, природы, который мы сейчас пройдем и посмотрим. Мы подошли в то место, про которое я вам рассказывала. Находится оно возле здания СНН. Это такое озеро, и это такая парковая зона. И что самое удивительное, здесь есть различные животные. Это уточки, это рыбки, они такие золотые-золотые. Это черепахи, это разные-разные здесь животные. Я здесь оказалась первый раз, когда приехала сюда. У меня, помню, дико болела голова. Я увидела это чудо, этих животных милых таких, интересных, красивых. У меня сразу все прошло. Здесь очень уютно и приятное. Я помню, у меня возникла мысль, что я бы очень хотела здесь работать, чтобы в обеденное время я могла выйти и полюбоваться вот этими животными, вот этими уточками, птичками. Вот такой он район Дубай-Медиа-Сити. К сожалению, жить здесь почти нельзя, потому что нет жилых зданий, но работать можно. И я вам завидую, если вы сможете найти работу здесь и работать в этом районе. На этом все. С вами была Анна Надырова, специально для проекта Индубай. Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться на наш канал. Всем доброго дня. Пока.